МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя силу, ловкость и волю к победе. Это яркое событие стало настоящим праздником спорта и активного долголетия. Подробнее о мероприятии и участниках расскажет наш корреспондент. 15 августа в Сараполе прошла юбилейная 10-я летняя спартакиада пенсионеров Удмуртской республики. Это событие стало настоящим праздником спорта и активного долголетия. Спортсмен Фигостей города поприветствовал глава города Сарапола на торжественном открытии, которое состоялось в спортивном комплексе «Позитрон». Вы, безусловно, являетесь примером для всех нас, для подрастающего поколения, потому что доказываете, что спорт, физическая культура, физическая активность, движение – это действительно норма жизни. Я желаю всем, безусловно, только ярких побед, больших успехов, чтобы все личные цели и планы, которые мы перед собой поставили, обязательно были достигнуты. Ура всем вам! Ура спартакиаде! Вперед! Более 400 участников из разных городов и районов Удмуртской республики соревновались в различных дисциплинах. Сегодня мы принимаем в нашем славном городе Сарапуле 10-ю летнюю спартакиаду пенсионеров Удмуртской республики, где у нас будет проходить 7 видов спорта. Это шахматы, дартс, пулевая стрельба, плавание, комбинированная эстафета. Затем у нас участвуют более 400 участников соревнований со всей Удмуртской республики, 25 районов, 5 городов Удмуртской республики. Победитель соревнований будет представлять Удмуртскую республику на Всероссийской спартакиаде пенсионеров. После открытия спартакиады команды разошлись по разным этапам. В бассейне пловцы боролись за победу, преодолевая дистанцию с максимальной скоростью. Шахматисты же старались просчитать хаты противника и показать лучший результат. Сергей Витальевич Ефимов играет в настольный теннис за команду «Яра». Рассказывает, спорт всегда был в его жизни, а на заслуженном отдыхе мужчина поддержит физическую форму и не пропускает тренировки. На Пороковской поляне серебряные легкоатлеты соревновались скоростью и выносливости. С каждым стартом накал страстей только возрастал, ведь спортсмены демонстрировали впечатляющие результаты. Виталий Песлегин приехал на соревнования в Сарапулы из Шаркана. Команда настроена на победу, участники готовились и занимались. Садьон на поляне бегал, в лес ходил, пробежки по горам. У нас в Шаркане гор-то. Кросс бежал километр. Как пробежали, как дистанция? Хотелось бы первым, но не вышло. На протяжении всего дня участники «Спартакеады» боролись за победу, а зрители получили массу положительных эмоций от этого яркого спортивного события. Защитник Родины – это тот, кто любит и оберегает, человек, которому верят и доверяют. Сегодня мы расскажем о Сарапульском участнике специальной военной операции, которая уже больше года несет свою службу и стоит на страже Родины. История Данилы Чапаева в нашем сюжете. Данила Романович Чапаев трудился в должности автослесаря. Кардинальная жизнь поменялась в марте 2023 года. Он отправился в зону специальной военной операции. Сначала я был на оппозициях, то есть в блиндажах жил. А потом после ранения меня назначили на водителя обратно. То есть я начал вывозить раненых, подвозить боекомплекты, продукты и все остальное. Те, с кем я там служу, как бы они стали для меня родными людьми, братьями, грубо говоря. Моральная поддержка очень сильная. То есть всегда поддержат, всегда говорят, что мы с тобой. То, что все хорошо, держись. Данила рассказывает, у него в семье мужчины всегда служили в армии. Его дед Чапаев Степан Чапаевич, герой Великой Отечественной войны, служил в должности сержанта. Мой прадед Чапаев Степан Чапаевич. Так интересно получилось, что отчества у него не было. И по фамилии у них как-то то ли не завелось, у них в деревне тогда то ли что. И все мужики его называли Чапай. Так ему в документах и прописали Чапаев, Степан и Чапаевич. По фамилии, получается, им отчество дали. Был большой мужчина. Такой статный. Он был артиллеристом, насколько я знаю. Когда он пришел с войны, у него вся грудь была в медалях. Но с войны он пришел в 49-м году. Его отправляли после завершения с компанией с Германией, его отправляли в Японию еще. То есть он воевал еще там. Под Калининградом он был сильно ранен. Он долго лечился. И вот после Калининграда его отправили в Японию. Но медалей было очень много и их всех похоронили вместе с ним. То есть дома ничего не осталось. Ну тогда такая традиция, видимо, такая была. У меня все прадеды, кого я знаю, все воевали. Наверное, как у всех. И больше всего я знаю про него почему-то. Но для меня все они как пример, наверное. Армия должна быть у любого мужчины. В любом случае. У супруги Данила и Елены в семье мужчины тоже все служили. Она с гордостью рассказывает о своих предках. 9 мая в их семье – святой праздник. Мы с Данилом учились с первого класса вместе в Сарапульской школе. Потом, когда нужно было после 11 класса поступать в университет, поступили в Ижевский университет вместе. Всегда с ним хорошо общались, дружили. А потом вот в университете... Задружились. Случилась любовь. Вот всегда друга поддерживаем. Мой прадед Кунгуров Максим Григорьевич, он был машинистом, управлял паровозом. Первый и третьего прифронтовых линий. Был ранен в легкое. Но он не бросил, он довез до пункта назначения. А потом даже он организовал работы, чтобы этот паровоз все починили, наладили. И он был награжден орденом Красная Звезда. 9 мая, День Победы, очень для нас святой праздник, очень важный праздник. И мы всегда чтим, помним, гордимся. Вот сейчас муж у меня служит. И я желаю, чтобы все мужчины, все парни, все мальчики вернулись домой к своим семьям живыми, здоровыми. Чтобы поддержать мужа, Елена пишет бумажные письма, рассказывая, что дома все хорошо, его любят и ждут. Вот мужу всегда говорю, что ждем домой живым, здоровым, чтобы не падал духом. Письма писала ему, передавала вместе у него. Товарищ приезжал к нам в город. Вот передавали ему вещи теплые, письма, фотографии, чтобы напоминало о доме, вот, чтобы быстрее возвращались. Я в тот момент, я очень рад был, она еще надушила письмо своими духами. Я очень долго его, ну, перечитывал каждый раз. Перечитывал, плакал. Ну, что естественно, наверное. Ну, запах родной, это очень было приятно. То, что я почувствовал, его очень не хватало. В следующий раз Данил надеется вернуться к любимой семье. Жене и родителям уже не в отпуск, она совсем и с победой. 14 августа состоялось торжественное открытие сквера Томсойерфест «Городская среда». Это результат долгой и упорной работы многих людей, которые объединились ради общей цели – сделать наш город еще лучше. Сквер стал настоящим украшением и местом, где жители могут проводить время с пользой и удовольствием. Проект реализован на средстве Фонда репрезидентских грантов на развитие гражданского общества. Торжественное открытие сквера Томсойерфест «Городская среда» состоялась в Сарапуле. На площадке фестиваля царила атмосфера настоящего праздника. Итог своей работы подвели волонтеры, партнеры и спонсоры проекта. Поздравил команду проекта глава города Сарапула Виктор Шестаков. «Волонтерская команда Томсойерфеста заслужила и снискала славу не только на территории города, но и на территории Удмуртской республики. О данной команде, об их проектах на самом деле знают и в Сарапуле, и в республике, и даже за ее пределами. Команда каждый год выходит за свои привычные рамки какие-то. И несмотря на то, что сам проект, который начинался с формирования исторического облика города, приведения в порядок фасадов исторических домов, он, конечно, уже вышел на принципиально другой уровень. И искренняя благодарность активу этого сообщества и всем неравнодушным горожанам от мала до велика, которые принимают участие в проектах команды Томсойерфест». Идея создания уютного зеленого сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Первомайской появилась у команды проекта уже давно. Первый субботник здесь состоялся в апреле, а уже сейчас горожане могут увидеть красивый и уютный уголок, где можно приятно провести время и просто отдохнуть, а также увидеть и сделать фото в беседке с макетами утраченных резных наличников в старинных здании Сарапула. «Мы подумали, а что бы сделать такое серьезное, хорошее, что может оставить прекрасный вклад на территории нашего города. И мы решили создать общественное пространство. Замахнулись, конечно, очень серьезно. Не просто общественное пространство, но зону притяжения. Общественное пространство получилось. Сейчас мы с вами здесь находимся, это очень замечательно. И нам, правда, вот даже в сердце трепетно, что вот это вот так сейчас выглядит. Предполагали мы, конечно, не таких масштабов, думали, будет чуть скромнее, но с общей поддержкой всех вот это прекрасное место появилось». Множество работ здесь провели волонтеры. Люди приходили с семьями и с детьми. Каждый постарался внести свой вклад в украшение любимого города. Кирилл Кузнецов – студент Сарапольского многопрофильного техникума. Не раз трудился на площадке будущего сквера. «Мы облагораживали территорию, собирали кирпичи. Убирали сорняки всякие, мусор. Душа радуется, что вынесли вклад». А это Анна Иосифовна Тройно – самый старший волонтер проекта. Ей 85 лет, но на площадке она трудится наравне со всеми. В ее практике это уже не первый опыт. Она участник всех сезонов Том Сойерфеста в Сараполе. «Но не зря здесь Анна Иосифовна, и она получила благодарность главу Удмуртской республики. В этом году год семьи. Анна Иосифовна – бабуля нашего Виталия Тройно. И это история о том, что Анна Иосифовна – самый старший волонтер на площадке за весь период пребывания Том Сойерфеста». «Что они делают, то и я делала. Чистили вот эти окна сначала, потом их шлифовали, красили. Что делали, то и я делала. Очень рада, что город наш меняется». В рамках проекта в этом году преобразился не только сквер, но еще и стена дома стала настоящим арт-объектом. Теперь это место привлекает внимание жителей города. «Очень нравится». Код Томас, хранитель сквера, расположенный на площадке, предлагает интерактивный квест «Собери друзей Томаса». По правилам квеста нужно отсканировать QR-код и отправиться на поиски его друзей. Первые 150 искателей, кто пройдут квест до конца, получат сладкий приз от команды проекта. Желаем удачи! В минувшие выходные в Сарапле прошел День физкультурника. Это событие объединило всех любителей спорта и здорового образа жизни. В рамках мероприятия были организованы различные спортивные соревнования, мастер-классы и показательные выступления. Участники продемонстрировали свои навыки и умения, а зрители получили массу положительных эмоций. Во вторую субботу августа в Сараполе отметили День физкультурника. На разных площадках города спортсмены состязались в разных видах спорта. На стадионе «Энергия» встретились стрелки, футболисты и силачи. Соревновались как дети дошкольного возраста, так и заслуженные ветераны. Татьяна Килина – ветеран спорта. Уже больше 40 лет она занимается плаванием и участвует в различных спортивных играх – бочи, прыжках с места и силовых. У Татьяны множество наград и достижений. Она считает спорт неотъемлемой частью своей жизни. Он всегда всех привораживал этот спорт. Езжу на плавание, вот в УЖС ездил, там первые места брала. Ну, чтобы детишки, особенно детишки, чтобы занимались, это больше было этих площадок, были здоровыми. А это Савелий Кокорин, кандидат мастера спорта, победитель Приволжского федерального округа и призер первенства России. Он занимается армрестлингом больше трех лет и за это время уже добился высоких результатов. Спорт всегда был частью жизни Савелия. День физкультурника для него – особенный праздник. В этот день он с радостью участвует в соревнованиях и делится опытом с начинающими спортсменами. Силовой вид спорта всегда нравился. Заниматься спортом, просто вести здоровый образ жизни, заниматься. Буду просто выступать на соревнованиях. Планирую, может в этом, может в следующем году мастера спорта выполнить. Здоровье, спортивное долголетие. День физкультурника в Сарапуле отметили множеством спортивных мероприятий. Самые юные спортсмены играли в футбол. За призовые места боролись с особым настроением. А громкие болельщики поддерживали футболистов. Самые меткие стрелки боролись за лучший выстрел в городском тире. Торжественным моментом стало вручение благодарственных писем и почетных грамот, а также честование ветеранов спорта. С праздником, с российским праздником, днем физкультурника. Но прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности нашим ветеранам спорта, физической культуры. Это тренеры, учителя физкультуры, преподаватели за тот вклад, который они внесли в развитие спорта города Сарапула. И действительно город Сарапул становится спортивным городом. У нас создаются новые объекты. Только в этом году мы сдали в эксплуатацию целых два комплекса. Пискультурно-оздоровительный комплекс «Позитрон» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Западный». В Сарапуле этот праздник объединяет людей разных возрастов и интересов. Ведь спорт – это здоровье, сила духа и красота тела. С 2022 года в Удмуртии реализуется проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Одним из первых к нему присоединился Сарапул. Теперь каждое субботнее утро сотрудники Сарапульской городской больницы проводят на набережной, где вместе с горожанами занимаются кардиотренировками. В нашем сюжете мы расскажем о том, как проходят эти активные выходные. Проект «Здоровая Удмуртия» берет свое начало в 2022 году. Сарапул инициативу поддержал одним из первых. Сотрудники Сарапульской городской больницы вышли с инициативой и организовали интересные тренировки на Сарапульской набережной. Хочу отметить, что за эти три года на проекте побывали не только жители города Сарапула. К нам активно присоединяются жители Камбарки. Также на проекте были гости других городов, которые приезжают отдохнуть туристы в город Сарапула. Основной задачей проекта является провести активную разминку и далее пробежку вдоль набережной на дистанции 2 километра. Дистанция заодно небольшая для того, чтобы с ней мог справиться любой начинающий. Ведь цель данного проекта – привлечь и сделать первые шаги в физическую активность нашего населения, вне зависимости от возраста. С ранней весны и до осени активисты и любители спорта выходят на набережную, чтобы совершить пробежку и зарядиться силами. Энергичная разминка, которую проводят приглашенные гости, фитнес-тренеры, спортсмены и специалисты, приумножает удовольствие от занятия спортом. С каждым годом тематика проекта меняется, но становится не менее интересной. Программа тренировок у нас всегда разнообразна. И в этом году мы предлагаем нашим участникам два вида – это силовая разминка и танцевальная. Все больше горожан, детей и подростков принимают участие в спортивном мероприятии и с пользой проводят время на свежем воздухе. Хочу отметить, что данный проект реализовывался каждую субботу вне зависимости от погоды. Мы начинали его с ранней весны, с апреля месяца заканчивали в сентябре. Если наши горожане будут активно принимать участие в данном проекте, то есть такая вероятность продолжения проекта круглогодично. Спортивные занятия проходят на бесплатной основе и не имеют ограничений. Принять участие может любой человек, независимо от физической подготовки. Дистанцию можно как пробежать, так и пройти в комфортном темпе. Отличная инициатива для поддержания здоровья и крепкого иммунитета, а также увлекательных встреч и знакомств. Начинайте свои выходные и вы с бодростью и активно. Потеряться в лесу может каждый, даже опытный грибник. Этим летом в Сарапуле за помощью уже обратились более 9 человек. История о том, как люди теряются в знакомых с детства лесах, к сожалению, происходит все чаще. Важно помнить, что знание простых правил безопасности поможет вам вернуться домой целым и невредимым. В нашем сюжете советы дают профессиональные спасатели. С началом грибного сезона в Сарапуле уже зарегистрированы случаи потерявшихся в лесу грибников. Как показывает практика, заблудиться в лесу может каждый. Даже опытные любители тихой охоты умудряются теряться в, казалось бы, знакомых местах. С начала грибного сезона в поисково-спасательный отряд города Сарапула обратилось уже более 9 человек. Все они живы-здоровы. Чаще всего люди теряются из-за того, что не знают местности. Не следят за временем заката. Попадают в темный лес и там уже не могут ориентироваться. Идут без какой-либо навигации, идут в незнакомые места, идут без телефонов, без компасов, без карт и остаются, получается, одни в незнакомом месте, потерявшиеся без еды и воды. Главная опасность, с которой сталкивается заблудившийся человек – это страх. Выброс адреналина в кровь оказывается настолько мощным, что человек начинает действовать абсолютно логично. Главное для вас в этот момент – не паниковать. Ну, во-первых, если вы потерялись, если вы ходите группой, оставайтесь на месте около часа, чтобы ваша группа могла вас найти. Если вы идете одни, моя рекомендация также оставаться на месте, звонить в единую службу 112 и вызывать спасателей. Не паниковать, но для начала нужно всегда брать с собой воду и какую-либо провизию, что бы вам хотело на некоторое время. Перед походом в лес заряжайте свои телефоны, берите всегда компас, карту, берите воду, провизию, хотя бы, чтобы вам хотело часа на три до того, как мы вас найдем. Всегда изучайте местность перед тем, как куда-либо идете и не отходите никогда от своей тропы, по которой уже натоплена вами. Если вам не удалось выбраться из леса самостоятельно, не паникуйте. Наберите короткий номер 112, сообщите диспетчеру ближайшие ориентиры и ждите помощи. Она обязательно придет. На этом у нас все новости. Смотрите нас на 21 канале всех кабельных операторов на спутнике и телекарте, а также в удобное для вас время на сайте администрации города и на ее страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»